им друзья привет вы на good play и мы продолжаем играть и будем в роли полицейского раскрывать какие-либо подробности какие-либо например тут кража топлива есть у нас даже товара все это мы уже осуществили желтыми цифры именно цветами синие это которые доступны и так что давайте их воспользоваться и снова мы получается возьмемся за прохождение этой игры проснулись опять мы дачки так закрывали поболтать общить о прибытии да россия ждете так не сидит парковаться и заблокировали вы клиенты разозляться вы им как как-нибудь объясните кроме того у меня пару вопросов к вам вам легко это говорить покажите свой значок и готова да я праздную охранник мне плати за то что выезд был свободен если меня уволят с работы кто купит сыновью карта пацану нужно сердце заменить но вы понимаете до тех пор пока не разрешу никто не сможет выехать и въехать понятно да а что еще хотите узнать вы записываете выезд и въезд и выезд автомобиль на территории фирмы но кто-то записываю но только грозовики легковые тачки не записываю зачем у вас здесь видеонаблюдение может мне показать запись на последних несколько дней не могу потому что у нас нет то есть но не работает у нас что не работает не работает сломалась не работает уже как две недели вы действительно уверен что никто не может посмотреть записи последние две недели не делайте такое лицо это нет зависит ясно босс знает насчет поломки но пальцем не пошевельнул новым что я могу сделать у нас здесь по соседству есть какой-то как называется сервис сервис ну знаете только мьютер чинить всякое барахло но их полно работы почти не выходит оттуда что-то вы темните а зачем это мне меня тут забыла везде ходить и самому проверять хорошим время я сидел в лодке смотрел на монитор и вся работа хорошо так скажите мне вы не васимый болтун ты отвечай на вопросы задает полицейский тушу так вроде бы кто-то у вас крадет топлива вам что-то известно об этом значит это из этого церкви я уже говорил босса что для меня это поставит аэра то времени кто ты из нас наставил глупый что воровать прямо здесь но только если кто-то из электриков я вам говорю что это все глупости так понятно это все спасибо можете быстро устроить вам нужно собой вы свободный выезд ну ты давай нет они базаре так проверьте где раньше этот тип из охраны понятно минутку он работал корпорации что-то связано с финансами он занимал довольно высокий пост менеджера чего-то там его воля по статье захищение денег компании какое-то время делом даже не поинтересовался прокурор но вероятно они договорились потому что в итоге делом замяли а жикарная дисциплинарное увольнение этот уже присел так надо данные блокнота увольнение предыдущая работа виде наблюдения больной сын ну больной сын есть такое какой-то уже момент эта ситуация он мог как-то здесь сработаться с кем-то насчет денег получить побольше и кто добрый день господин полицейский я знаю что откуда вода знаю по радио говорили что это заварушка на заправке бедная девушка понимаю брата как его зовут шустрый да не нельзя раскрывать подробности но здесь по другому делу вы хотите пройти тут лучше запастись терпением парень где-то посеяли ключ от этого грузовика они прямо как испарились вы не ищете вместе с ними я не терял так искать не буду это просто да согласен это логично так что за место или это что это ремонт электроники вот это вот за жесть что мою мою при них снова что-то натворил если вы насчет машины соседи то уже договорились нет спокойно и не не приехал по этому вопросу вы работаете сервисе ну вот если вы не из-за пацана в чем дело пожалуйста отвечать не на вопросы договорились обслуживаете систему видеомоблюдения да мы лучше в городе я начинаю беспокоиться серьезно ты вот это вот это у тебя лучший у тебя здание все страшно я может быть может быть у них там заходят заходишь дверь открываешь и там аллилуйя золотом все усыпано и не думаю что это так так камеры обслуживание ваших соседей вы их обслуживаете нет точно нет их начальник скряга а мы свою цену знаем он сказал что мы слишком дорогие согласен наверное если вы цену себе бабаха ведь а тем по словам охранники не работают же две недели они действительно не сообщили вам об этом я же говорил их начальник скряга ни один из моих людей не будет это чинить за улыбку потому что с какой стати однако если вы можете связаться с владельцем автомойки для вас это важно хорошо понятно я им позвоню но не обещает чудес скажите мне еще да вы недавно замечали что-то поздравительные у соседей может что-то слышали скорее нет в чем чем дело нет пока все досвидос давай пион там сотрудники сервиса наблюдение наберут это хорошо владельцем надо поговорить да это вот этот офис так давай с тобой поболтаем полиция что случилось где мне надо идти владельца фирмы наш или сервис на центра чем дело ваши где можно найти видите это голубое здание за моей спиной иди туда поднимите по лестнице второй этаж у босса там кабинет спасибо не буду мешать понятно скоро я заканчиваю смену но если вам что-то понадобится буду поблизости ну да что типа чудо комментарии две фирмы на территория будут две фирмы автомойка и сервисный центр по ремонту электроники ну да это как-то у нифига сестре хочет что-то странно смотрите да получается не такой я думаю большой он тут и цех там что-то заброшь какая-то прикольно стрекочек . мини махинька этот добрый день чем дело добрый день его владеть этого фирмы влад владе нет не я босс наверху на кабинете а вы чем занимаетесь вроде официально это называется заведующий складом если затем чтобы все было в ажуре понимаете понятно в таком случае не буду вам мешать если должен отнести несколько бумаг офис это на другом конце площадки так что если ищите меня там и я посмотрю здесь еще закрыта но я проверяю о нифига себе представляете да у них стоят эдакие защитные по балкам по ним не ударяли интересно у нас мало где такое ставится вообще а если поставится то он будет очень низко и вот здесь будет срез и вот это вот защита она будет ниже наполовину где-то тут очень очень редкая ситуация мало на складах видел таких ну просто у нас это не сделано не особо относится к этому хорошо о скряга он что видит здорово добрый день я надеюсь что вы из-за этой кражи мама может сойти клянусь уверены что кто-то действительно ворует топливо конечно я здесь если что-то исчезает неизвестно когда неизвестно куда а потом не возвращается понять что у у нас вы поняли вы говорили об этом с охраной да я говорил об этом с гарри минутку у вас работает только один охранник да я решил что нет необходимости в дополнительных расходах знаете что вот смотрю я вас и мы знакомы вы не снимались какой-то рекламе или вас зовут прайс скотт прайс а нет скорее я знал прайс ну конечно же дирек показывал вас фотографии дирек вы знаете откуда он работал здесь недолго недолго может две недели нет больше в охране работал как и я а потом просто исчез просто взял перестал перестал приходить вы наверняка не знаете где он сейчас понятия не имею парни тоже на вам ничего не расскажет джек ни с кем не общался даже со мной он говорил очень или и зарядка понятно спасибо тогда вернись к вопросу видеонаблюдение работает вы знали что ваши камеры наблюдений 2 недели ничего не записывали слушай так о чем вы говорите это чушь какая-то ерунда то есть вы считаете нет никакой аварии если вы посмотрите на экран вверху вы сами видите что все работает за глупость с этой аварии кто-то видео да а в аварии мне рассказал сотрудника охраны почему он солгал как вы думаете понятия не имею вы его спросите я наверняка так сделаю и сообщите мне хорошо вы установили так скажите мне еще можете вспомнить когда начали начали эти проблемы с честно видение топлива нет не особо если бы я заметил сразу я бы вероятно сам с этим разобрался последнее время жалобы клиентов участились и мы больше не не можем их игнорировать бизнес это бизнес выявить понимаете вы можете оценить размер ущерба вы спрашиваете о топлива наши подсчеты оказываются от 50 до 150 литров в одной цистерны клиенты в ярости а нет ничего хуже чем негативные отзывы так что еще то еще может знать об этом деле может распределить парни возможно кто-то с вам что-то скажет чего не сказал премия в конце концов значок дает эффект у к человеку вас работает 7 человек раньше было больше но наступили трудные времена так вот в любой отрасли так что ты еще можешь сказать ну пока все так хорошо интересно я думаю что это запись видео потому что был здесь чувак здесь вот черным черном полбесты вот и кто о примите к это время не еда время тикает я слышу ты что-то можешь мне сказать нет ничего не можешь сказать не отображаются или хотя алисюшо здесь нет они показывают что кто-то стоял а кстати информация блокнота ой зачем блокнот потеря по недостаточно и фигасе цистерну все-таки работает так парни 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 ты можешь сказать мне наверное кто-то оставил ключи в других штанах отдала их жене в стирку ладно ничего интересного здесь парни нету никто не работает будем как-то разбираться а где это кто и кто а нет спасибо этот этот который стоял охранник опа она он разбил его ах ты балбеса исчезновение так у меня здесь странная ситуация сначала охранник обманул меня насчет камеры наблюдения теперь исчез при этом кто-то повредил сервис записями подозревает что это его рук дело здесь что-то происходит осмотреть может найти доказательства кражи топлива канистры пролита бензин мы проверим охранника бумажки мы ищем подозрительные предметы исчез охранник ну какие улики и быть должны быть улики у меня же я не шерлок холмс улики блин убрали машину опа она это сливает до скрытые канистры и лужа обнаружили канистры и лужи бензином рядом с цистернами подозрительно ну давай вы уже можете пройти видели эту лужу бензина я не прицел внимания почему вы спрашиваете парни часто что-то проливают обычное дело это забавно важно полицейский расследует дело лужи бензинов а несообразительные вообще печально у тебя с головой так разговарившего нифига готовые баллоны пятый на и канистры опять я обнаружил спрятанные канистры для бензина когда примерно по 10 литров га там получается сотка почти той канистры а еще ну здесь то же самое я что-то нашел я не знаю хоть летом чтобы забыть дело но несколько полный конец кражем так оставили в таком месте чтобы не привлекать внимание поговорить сотрудники возможно кто-то знает что-то поделись информация баб об а ханике мы знаем только что раньше-то не выделить грешки разбой вымогательство торговли оружием он за все брался бега себе нужно распространить далеко от теми охраны нормально он даже оружием торговал и вопросы может быть если он окружен торговал уже все парни сказать что здесь разникнет полиция а сказали почему уж какая-то в чем дело у меня перерыв так что давайте быстрее то есть вы здесь работаете да а я мою автомобили собачья работа но другой нету открытые канистры можете вы знаете что-то и зачем оставлял канистры 100 прямого различных местах в томойке канистры до конец и вам что-то известно об этом не скорее нет не жаль уверены в этом вы говорите сотрудникам полиции значит так как будто с вами самим папы римским разговаривают я ничего не знаю я моя машина канистрах лучше поговорить с питером он занимается складом а еще скажите ну вы же в нового болтун откуда это нужен бензин за одним из грузовиков не знаю может быть шел бензиновый дождь то здесь происходит почему вы спрашиваете вы из полиции или роскомнадзора дело в том что кто-то из вас а может вы вместе занимаетесь темным делишками и лучше вам серьезно относиться к этому разговору потому что хорошо не на так и петится вчера уже не было может сегодня кто-то раздел не знаю так возвращаясь к вопросу мы несколько слов о вашем охранники вы его за хорошо знает серьезно вы о нем хотите поговорить похоже что он не пользуется здесь популярностью а ну с чего и радоваться он мастер отлынивать от работы даже сейчас он здесь повертелся и куда-то исчез может что-то добавить если я должен так хвастает что уж и вен ведь себя он ведет себя как знаменитость или умничает или хвастается его же невозможно слушать он все время это видеть своей предыдущей работе он там был каким-то супер менеджером или начальником если вы знаете кажется ему этого не хватает он не удивительно раньше занимал высокий пост и теперь сторож вы знаете почему он потерял предыдущая работа нет как раз я его спросил он разоглился и сказал это не мое дело можете ли вы недавно видели слышали что-то подозрительное не знаю скорее нет каждый своим делом занимается хорошо много подсказать спасибо за это все к чему он тост и ведущая работу видно бензина канистра то есть еще о кладовщик да я действительно занят я займу пару минут если вы должны поскольку хорошо вы знаете ваша охрань это хорошо что совсем не знаю да я его каждый день вижу но больше всего ничего о нем не знаю ну может быть только что он лодырь и бездельник так не амбициозный так скажите еще вы заметили что охране последнее время как-то себя странно ведет мнение ну не я бы заметил правда может последнее время фирме присоединил что-то по что показал своему подозрительным а что могло быть нет я не видел ничего странного когда вы уже оставить меня в покое так еще вы несете отсюда за склад и все что в нем находится верно так так в чем дело я нашел несколько канистр с топлива они стояли в разных частях площадки это довольно безответственно с вашей стороны не так и повторяю вы что вы имеете ввиду здесь у вас проблемы с пропадающим топливом а я пока еще поищу следы которые могут догасать листом в этом вопросе вы отвечаете за склад а это ваша ответственность почему ерунда я ничего не доказывает сами канистры нет но ведь записи видео которые сейчас просматривают наши эксперты очень даже правда но ведь видеонаблюдение черт я не могу говорить об этом речь идет о моей семье или я солю информацию мне даже не хочется об этом задумываться если вы не скажете мне что здесь происходит я не смогу вам помочь мы можем что обеспечить защиту понятия не имеет что это за люди никто их не остановит ни вы ни ваша защита таком случае я забираю вас участок когда вы думаете что они когда узнают такие у вас меду да хорошо я расскажу вам то что знаю некоторое время назад ко мне пришел этот охранник попросил мне выдать ему несколько канистр не расписываясь ведомости я ему отказался потому что чувство что здесь что не чисто но он его не но он его не отставал что следующий день он снова пришел и и снова послал вечером ко мне домой посещались два странных типа они сказали мне что спорить и не задавать глупых вопросов и сделать то что скажет охранник потому что иначе ну вы понимаете семья пандемия как он в это впутался может они его тоже шантажируют два странных типа информации никуда не годится остальное расскажите участке так начальником склада жаколовка же виноват пока что неизвестная информация запуганный сотрудник я напал следу начальника склада он держать сотрудничал с охранником под угрозой шантажа вас поймите займись охранником я вас вижу он был вас искал вы не знаете чем но он нервничал боб искал а это он что он вооружён боб где-то здесь был боб это на тачке что еще пару минут конечно им делать если где найти ваша охранника убежал туда в сторону насколько вы хорошо знаете и вообще не знаю от него часто водка разит а так держит подальше он один раз я с ним говорил так он не сказал что он слишком умный такой работы у него явно с этим проблемы и вел иначе как обычно подумал он знаете я за ним по пятам не хожу так что можете я всего не знаю так скажите мне вы горит искали да да здорово чтобы здесь это очень важно вы ищете этого охранника так я видел он больше очень сильно золо вроде у него волына была пистолет обычно уходит только с рации который я так никогда не работает если вы выйдете через эту дверь за моей спиной вы найдете в конце ангара он там шныряет как будто у него занос задницы спасибо за помощь и уходите отсюда давай данным мнение не рацию я же не вызывал рацию не поражал прям полнуюсь сотрудник компании сообщает что он подозревает чисто несет алкоголем виктор шоку а мы же не со всеми сотрудникам охране поговорили а кто еще может с электроникой нет еще вы знаете охранники мойки да помню знаю у него были проблемы я сам видел как он пришел в ярость оторвал кому-то зеркало новенькой тачки как он был не одинок к этому приехал какой-то мужик который я не знаю кстати . него было неплохо я слышу как охранник назвал в большой луи странная погоняла спасибо без проблем что нет пока все этом рация большой луи поищите в базе данных на человеку фулички большой луи сообщите мне что есть минутку а вот антони бирата небольшой луи тот еще негодяй за нечислить совмогательство рэкет торговый белым порошком интересно спасибо конец связи странный тип повреждения подозрительный тип так кто еще бук мы поговорили и мы поговорили здесь что у нас вот поговорить сотрудниками еще вы что-нибудь узнали я хотел поговорить с вашим охранником но сейчас системы видим вленинде сильно полезно но плохо похоже что сделано преднамеренно подозревать что и это дело рука охранника что вы шуете ничего не понимаю вы думаете что гарри какая-то каким-то образом конечно конечно вы видели эти канистры стопорный нашел несколько а что в этом странного насчет дела из которого меня сюда вызвали вас не беспокоит я сам не знаю может быть пожалуйста обратите питер он завидует складом может быть больше что сказать так где его найти из той из за одним из грузовиков нашел большой лужи пролитого бензина никто это не убрал советую забыть об этом пока я считаю это намеком возможно и станет доказательством говорите с парнями он говорил у него проблемы женой и ребенка вроде бы он он их восемь лет не видел но не было похоже что это его волновало то значит что пошло все к чертям он как-то застукал его за тем как он пил на работе я хотел сразу уволить но мне не было его заменить он пообещал что это больше не повторится высущий когда он назойлю приставал с одной из наших сотрудниц девушка уволит с работы потому что он ее достал понятно а как вы думаете стоило ему давать пятый десятый раз это последние шансы а не знаю но нет скорее нет раз я бы в одну в реку не вошел гарри сообразительный и вовсе не глупый он старался он сидел тщательно но ему пол наплевать совершенно я понял спасибо этого должно хватить надеюсь вы найдете вора а я надеюсь что у нас вот это поговорить сотрудникам пропадет именные проблемы проверили есть у охранника проблем семьей у меня есть информация свидетельства что он несколько лет не контактировал женой и ребенком он не связывался потому что ему нельзя у него судебный запрет на приобрежение ограничения родительских прав он явно много пил и вмещал злость на членах семьи беда ограничение родительских прав обстоять обстоятельный агрессивная пьет на работе нет контакта семьей начальник склады канистры акт бомба базаре начальник базаре с этим базарем то у нас еще остается вот здесь кто-нибудь а болтаса вот эти двое вот это на который сидит криво и одна попытка балабол и сейчас этот тазер жопа засуну за разговоры я пожалел об этом ты пожалел и больше никого нету здесь никто не прячется алё раз видеть и нервничает он нервничает а я тебя вижу попробуем с ним поговорить да опа то тебе обязательно было совать свой нос не свое дело легавый положи оружие поговорим о чем не тебе стоит разговаривать перевод больше теперь оба по ушу в дерьме так здесь у нас больные так здесь у него большие проблемы с алкоголем не любит коллеги по работе подозреваем до 100 работе стали участвовать в краже ну-ка попробуем говорят у тебя есть подозрительные знакомые недавно где-то приходил вы пони занимает особое место в этой базе данных ну и мой знакомый и что с того уже у вас ничего нет на него раз он еще в тюрьме не в тюрьме я знаю что тебя запугивали те которые также запугали твои приятеля соучастника могут и помочь но мало что могу сделать пока не больше что-то тебя замену то что ты несешь никто меня не запугивал я хозяин своей собственной судьбы ясно я самим решаю не участвовать во всяком засранцев не боюсь он высоко месяц считает особенно больше чем работал в охране не рад что здесь работает считая что можешь найти место лучше конечно я мог бы это работой дерьмо постоянно одно и то же вызов нет платит мало конечно бы я мог я выгнали с предыдущей работы на что занимался махинациями это точно стоило грязные деньги дисциплинарное увольнение как по мне как тебе сделка ты бы знал насколько там было денег все воровали меня поймали на прошло работе ты собой что-то представлял тебе было что-то сказать люди с тобой считались и ты правда хочешь потереть возможность это вернуть повысить свое эго если ты сядешь даже есть оттуда выйдешь у тебя не получится ни у кого не получается я профукал этот шанс за пути нет придется иметь дело с тем что ты мне жизнь подбросила проблемы с алкоголем да я знаю что любишь закладывается за воротник от тебя несет водкой людей это чувствует не наплевать тоже мне принцессы на горошине запах не устраивает да пошли они почти каждый день опаздываешь на работа спокойно спокойно я знаю как тяжело с похмелья вставать с кровати да ну ты откуда знаешь мистер кофе пончик я никогда не опаздываю ну давайте получается завершим переговоры ладно ладно и кладу пистолет хорошо сдаюсь но я думал хотел пострелять лет забираем наручники одеваем ну корочки ручки ручки вы можете хранить и молчание и вам будет предоставлен адвокат бесплатный анти а доберется вот увидишь ты меня поймает и не ты пожалеешь в это ввязался окей обезврежен вас понял так подозреваем обезврежен то есть улику никаких так вот здесь мы со спины могли да у него атаковать так здесь коморки бог спасибо за помощь поговорить с владельцем о результатах интересно у него работает там с о полига вы беги предупреди босса я им займусь у по она положи оружие сдавайся заставь меня до свидания и что блин пары ну-ка где этот говнюк отдел быстро я не говорю с легавыми сейчас ты говоришь мне пес кого там где там пент или наверху до вы им занялись они мне угрожали мне я знаю кто они но один сбежал вы точно не знаете ни одного из них сто процентов я их не знаю они помахали оружием не перед носом сказали оставаться здесь счастье после этого сразу вы появились вы мне расскажите что здесь происходит это ненормальная ситуация сожалению я пока не могу что-то похоже это более серьезное дело и честно говоря чем меньше мы знаем тем крем че спим теперь я наверно вообще не засну спокойно теперь запрошу для вас охрану так на всякий случай по никуда не у куда не ходите хорошо они за вами придет ну ладно хорошо хорошо спасибо так задание выполнено вот это да разворот подозреваемые проблем подкрепления поговорить с владельцем ну да здесь развивается ситуация а чё у нас довольно фонелик то везде не нужен вообще там осмотрите мы все видим но я по крайней вижу не знаю как на экране но я все вижу режим друзья долго у нас задание было очень долго и в принципе это мы не выполнили до отчеты по рации да отлично некомпетент с полиции один из подозреваем все еще на свободе присески не арестовал мужчину сейчас наук от кражи топлива как удалось выяснить мужчина был начальником склада и отвечал выдачу конист поздравляем признается что после нападения он сам пришел участок потому что всегда хотел быть похоже на героя делал побег место плана тюрьму он сделал себе на спине татуировку расписание автобусов но мы добрые просто смирить они так для обнаружения больше действия ладно а открылись доступной миссии снова драка в баре а ссора автосервиса крики на складе и подозрительная машина друзья это надо следующей серии запускать так что на этом все всем хорошего настроения всем пока пока арикадо а не сапта астта 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 китбак Субтитры делал DimaTorzok Join us